Ниже некуда Киров вновь на полюсе холода. Аномальные морозы идут в наши края. Сегодня МЧС объявила метеопредупреждение. Синоптики ожидают, что температура воздуха будет ниже нормы почти на 10 градусов. Кировский ТЭЦ вышли на особый режим работы. Энергетики повышают градус в теплоносителе, чтобы в домах было тепло. Вероятность возникновения пожаров в такую стужу растет, отмечают эксперты, особенно в частном секторе. После недавней трагедии на улице Бурадулина, где в огне погибли пятеро человек, власти ввели особый противопожарный режим. До конца марта оперативные службы будут находиться в повышенной готовности. Когда счет идет на минуты, трудности при оперативном реагировании добавляет коммунальная беспечность. Из-за нечищенных улиц и дворов спецтранспорт не успевает прийти на помощь вовремя. Постоянно так. Где-то на узкую улицу заезжаешь, где разностороннее движение идет. И все, и ты с мигалками, а им просто самим уже некуда деться. Назад, сзади подперли, вперед не разъехаться и все, и так и стоим лоб в лоб просто. Такие ситуации, по словам спасателей, происходят часто после снегопадов. Не все автомобилисты вежливо на дороге и уступают проезд машинам со спецсигналами. Задерживают спасатели и припаркованные на проезжей части транспорт, из-за чего дорога сужается. Проехать по такому пути не всегда удается. В этом случае сотрудники МЧС оставляют свои автомобили и бегут на помощь к людям. Бежим без машины, все ПТВ переносим руками. Если есть возможность, пытаемся своими силами как-то подвинуть припаркованные автомобили, которые мешают проезду. Ну, выходим вот с парнями и на руках перетаскиваем машины. С понижением температуры воздуха большинство пожаров происходит в частном секторе, а также в районах со старой застройкой. Неисправные печи и электропроводка – частые причины возгорания. Домам подъехать крайне сложно спецтранспорту из-за сугробов. С этой проблемой столкнулись и пожарные при тушении огня в доме на улице Бородулина в Кирове. Из-за нечищенной дороги ночью 19 февраля они с трудом подъехали к месту ЧП. В огне тогда погибли пятеро человек.